Всем привет! Сегодня у нас в гостях Ксения Абрамовская. Это моя хорошая знакомая, наша сотрудница, партнёр, менеджер и много других полезных и классных слов. Можно в её адрес произнести. Максимально ответственная девушка. И сегодня Ксения расскажет о своём пути от менеджера до... до кого? Расскажи немножко о себе, сама как ты себя представляешь. Да, от менеджера задачи до руководителя направления. Да, ну в целом я устроилась в студию к Стасу, наверное, в мае 2018-го, примерно так. Начинала я с простого менеджера задачи. Ну, по сути, это простые какие-то поручения. Иди сюда, принеси, подай и не мешай. В общем, как-то так. Потом я пробовала себя в роли менеджера проекта. Начало карьерного пути. Да, в целом неплохо. Я поняла, что управлять людьми мне очень нравится. Пробовала сначала в дизайн-проектах, потом пробовала в бизнес-проектах, в обучении, да, в дизайнерах. И как-то вот мы потом уже вместе делали бизнес-направление, там и систем-клаб, и стандарт профессии. То есть я уже отвечала за большее количество людей. И как-то так получилось, да, что я доросла до руководителя направления. Расскажи, в чём разница? Многие не понимают или многие хотят устроиться к студию какую-то классную, либо к руководителю, да, как пройти вот путь, да, чем отличает просто помощника, например, да, как целый менеджер задачи, от руководителя направления, каким надо быть человеком, какими навыками обладать для того, чтобы продвинуться. Ну, менеджер задачи, он отвечает за простые поручения, в целом, в основном за задачу, да. Ему дали задание, допустим, организовать встречу, или сделать, найти какого-то подрядчика по определенной функции, допустим, выбрать какого-то фильтры. И он это делает, выполняет, и всё, что остальное, его не касается. Менеджер проекта, это уже идёт расширение обязанностей, то есть он отвечает уже за бюджет проекта, несёт ответственность, чтобы проект уложился в рентабельности, нанимает даже новых исполнителей, да, если чего-то не хватает. Руководитель направления, это уже такой третий уровень менеджеров, он отвечает в целом за какие-то нестандартные процессы, разрабатывает документы, придумывает какие-то свои процессы, систематизирует в целом студию, компанию. То есть это такой микропредприниматель в компании? Да, 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 по сути человек, который изобретает какие-то новые процессы, может описать что-то непонятное в инструкции, в документы и сделать этот процесс более понятным. И ты стал таким человеком? Ну, получается, что так. Хорошо, расскажи, какие функции ты выполняешь сейчас, да, мы сейчас с тобой продолжаем сотрудничать, и у тебя ещё свой проект дополнительно запустился, там три месяца назад ты его запустил, об этом мы сейчас поговорим, скажи, с какими задачами ты сейчас справляешься, ну, допустим, в рамках нашей студии? Ну, я веду сейчас System Club. Или что сделала, да, то, что было полезно? Ну, вот да. Да, мы организовали вместе System Club, ведём дизайнеров в формате Instagram, да, то есть они клуб, который помогает зарабатывать дизайнерам от 50 до 150 тысяч за счёт правильной упаковки. Там мы сформировали программу и ведём студентов, помогаем им, мотивируем их, да, помогаем дойти до результата. Также сопровождая стандарт профессии, доводим до результата, потому что не всегда просто нужно сделать, важно это всё правильно сопроводить, в нужное место подать, нужных людям позвонить, чтобы как-то до результата довелось. Часто вот это работа именно менеджера, и бывают ситуации иногда непонятные, да, там непонятно, куда подавать документы, в каком формате это делать, ну, разбираешься и понимаешь. Или у меня несколько было таких случаев, что не хватало там помощников, некому, не было людей в студии, да, я сразу активизировалась, и у меня даже выработала своя система поиска помощников, поиска специалистов. Уже даже сейчас почти на автомате это происходит, и в целом сотрудники всегда есть в студии. Поиск сотрудников правильных, нужных, это всегда такая болевая точка любого предпринимателя. Расскажи, какую систему, какой мы работали, вкратце, кто не был или не знает, это ещё конференция, у нас есть выступление, у Ксения была на дизайне конференции, выступала, рассказывала, как мы добились того, что у нас за 3000 рублей сотрудник вступает в должность, проверенный уже по результатам. Ну, эта система, получается, она идёт в основном от руководителя, то есть здесь важно создать хотя бы какое-то минимальное описание себя, личного бренда, для чего вообще в целом сотрудникам идти, к руководителю, да, в студию работать, и от этого уже начинается, идёт всё, да, то есть анкета такая, в которой мы постепенно знакомим сотрудника с этапами работы, как ведём проекты, как выдаётся задание, то есть сотрудник постепенно знакомится, и ему уже проще становится, и компания становится ему более знакомой, и ему уже интересно там работать, когда он всё увидел. Не просто, когда он там прошёл собеседование, и неизвестно, куда, зачем и как работать, а когда он уже всё знает, и тогда гораздо проще ему устроиться, и психологически проще даже адаптироваться. Там семь этапов у нас разработаны, на каждый этап есть определённый там перечень документов, в общем, всё автоматизировано, и такой формат позволяет нам нанимать сотрудников, по-моему, за 3000, да, мы считали где-то, примерно так. Сколько ты уже у нас работаешь с нами? В месяце сколько мы? Получается, в 2022 году будет 4 года. 4 года, супер. Да, расскажи, что тебе, там, может быть, даёт сотрудничество, да, почему ты с нами, что было сложно, может быть, что было легко, наоборот, что нравится, что не очень. Может быть, кто-то нас смотрит, кто захочет тоже сотрудничать, и быть в нашей команде, в моей, и Ксении, потому что Ксения ведёт множество проектов, в которых она сейчас рассказала, и ещё столько же, которые мы сейчас не успеем рассмотреть, у нас очень много чего нового запускается. Что ждать новых людей, которые приходят, и почему, зачем стоит приходить? Ну, на самом деле, мне здесь очень нравится, что идёт постоянное развитие, то есть всегда есть какая-то ступенька, на которую можно перейти ещё выше. То есть ты вроде как бы ещё добился чего-то, получил какой-то навык, а потом его как бы поступил, и видишь, что ещё выше есть. То есть всегда есть к чему стремиться, чего-то добиваться. И как бы, ну, у меня в целом такой достаточно спортивный характер. Я всегда иду, вижу там преграду, да, иду к ней, вижу цель, делаю. Сложности были какие-то? Много было очень сложностей. То есть в целом я, можно сказать, наверное, изменила как-то свой характер. Были... Говорят, это сложно сделать. Мне было, да, некоторые моменты, мне приходилось как-то перестраивать себя. Ну, что, например, если не секрет, какие-то вещи? Ну, допустим, был момент очень сильный для меня с критикой, да. То есть я в какой-то момент, когда я только начинала, только пришла, я воспринимала критику достаточно близко к сердцу, то есть близко к своей личности, да. Но потом я поняла, что моя... Критика моей работы — это критика не меня как человека. И когда ты, ну, окей, ты ошибаешься, и ты как бы на ошибках этих учишься, и становишься с каждым разом лучше. Многим очень сложно вот эту критику как бы отделить, да, от личности, то есть задачи нет никого друг друга обидеть, хочется просто, чтобы работа была лучше, и, ну, чтобы ты сам стал лучше. И вот эти моменты очень многие сотрудники, специалисты, с которыми мы работаем, многие не могут перейти этот порог. И вот... Кажется, тут успех кроется. Потому что, да, если тебя хвалят, то ты не видишь, где ты отстаёшь, и как рост может возникнуть, тоже непонятно. Ну, в целом, да. Ну, конечно, приятно, когда хвалят, приятно, когда ценят. Это тоже какой-то такой баланс, мне кажется, тоже важно соблюдать, что чувствовать хотя бы, что тебя как-то ценят. Это важно, действительно, когда ты понимаешь, зачем ты здесь, для чего ты здесь. И никогда просто ты ошибки спотыкаешься, все грабли. Мне кажется, все грабли, которые можно, я точно собрала. Ну, положительное твоё качество, то, что ты выдержала, я в какой-то момент думал, что особенно в начале, что ты сорвёшься и неполучно, вот ты преодолела эту тему, и вот реально изменилось, это было видно. Ну, да. Расскажи, пожалуйста, как вот это вот изменение, оно же не просто так прошло, то есть каким образом, может быть, это же тоже черты твоего характера, либо какая-то там внутренняя, вот как ты сказала, что ты борешься, может быть, что-то ещё. То есть как людям преодолеть вот этот кризис и на пути к лучшему себя, к изменению. Потому что добивается, на самом деле, результатов, об этом мы сейчас поговорим, каких результатов добилась Ксения, добивается результатов не те, кто хочет, хотят все, а те, кто следует своей мечте, действуют несмотря на что? Ну, мне кажется, просто не сдаваться, то есть у меня, в целом, я всегда там почти с детства занималась спортом, то есть у меня такой спортивный характер, если я вижу препятствия, я не обхожу его, да, как-то я понимаю, что там не всегда это было просто, были и слёзы, и всё, и как бы это некоторые моменты мне приходилось очень сильно там работать над собой, в какие-то моменты даже там я к психологу обращалась, да, и это нормально, но в целом, как бы, я научилась по-другому реагировать, и поняла, что какие-то моменты, они как раз сделали меня сильнее, научили меня по-другому реагировать, и вот благодаря этому, наверное, я пришла, ну, какой-то такой несломленный характер. Хорошо, давай зафиксируем, да, то есть ты пришла работать в студию практически с нуля, это помощником, самой базовой задачей, потом стала руководителем проектов, менеджер проектов, и потом ты взяла уже свои собственные проекты, ну, в рамках нашей студии, в некой системе, в некой концепции, и сейчас ведёшь некоторые проекты, там, у нас, продолжаем развиваемся, да, теперь ты делегируешь это уже, главный ответственный человек, да, по всем, поэтому, если кто-то хочет, значит, со мной как-то познакомиться, поработать, попадёшь на Ксению, она вам подскажет, как этого добиться лучше всего. Хорошо, зафиксировали, и теперь вот ты занимаешься управлением и созданием своих проектов, а ты три месяца назад решила ещё раз изменить свою жизнь, опять перейти из состояния «хочу» в состояние «дела», да, да, эмоциональное решение, и что это было за решение, что ты стала делать, расскажи. Я поняла, что вот менеджерство, управление людьми, управление собой, эффективность, делегирование, это, ну, то, что мне даётся, сейчас уже через несколько лет даётся легко, на самом деле, не всем это так просто, и я поняла, что в этом моя сила, что я умею, могу помочь людям управлять собой, управлять их делами, делать их, ну, чтобы они эффективно, в общем, справлялись. Это ты говоришь, предприниматели, или просто обычных тоже людей, ну, кто там работает на имя, для кого ты говоришь? В целом, это, я думаю, что подходит всем, да, потому что все мы там, мы и пишем цели, и задачи какие-то у нас есть, но мало, ну, все, конечно, пишут, но мало кто делает, и как раз-таки вот помогает этот подход делать, мой, да, который я даю, то есть сначала мы учимся собой управлять, а потом учимся управлять другими, то есть пока сам не поймешь, как это делать, да, так же, как ходить или там ездить на велосипеде, невозможно в теории научиться этому, когда ты просто сидишь и едешь, ты понимаешь, что там лево, право, и все такое. Ты создала свою программу, да, в которой помогаешь, что эта программа дает, какие-то результаты есть? Да, конечно, уже есть результаты, я несколько человек довела до конца, до финала, да, они освободили свое время, появилось у них время на управление студией, на развитие, на привлечение клиентов, по идее на то самое, что чем должен заниматься предприниматель, руководитель, развитием бизнеса своего, да, а не тонуть в рутине, звонить клиентам, организовывать встречи, или там сопровождать проекты. Очень часто меня спрашивают, где найти такую помощницу, да, как и ты, то есть я так понимаю, что ты тоже в рамках своей программы помогаешь найти им похожую на себя девушку или молодого человека, и передать, да, чтобы сам предприниматель, с которым ты работаешь, он не только знал, как надо, да, но у него была помощница. Да, получается, когда предприниматель понимает, как это, ему, конечно же, хочется все это передать, и не заниматься самому, это нормально. Так, делегировать и управлять, когда ты понимаешь, не хочешь этого делать. Да, 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 и, соответственно, можно найти простого, на самом деле это не сложно, когда ты понимаешь, как. Какие вот самые сложности, как, давай так, какие-то советы, рекомендации, что нужно делать, там, раз, два, три, чтобы найти, да, и передать задачи, чтобы освободить себя. Чтобы освободить себя, ну, первое, конечно же, нужно понимать объем, то есть нужно собрать все, что у тебя есть, чтобы понимать вообще, что делегировать, что самому делать. Что есть от задачи? Да, что есть от задачи. Личных, рабочих? Стратегических, да. Вот, все в одном месте, да, чтобы не было прерывания у мозга, разрыва. Далее нужно научиться правильно ставить задачи, то есть там, описывать последовательно по технологии, из чего состоит задача, там, по-моему, девять пунктов. Причем не книжку прочитать, а именно проделать. Да, на практике. В этом многие скашиваются. Да, нужно выдать, как минимум, там, десять-пятнадцать задач, и уже поймешь логику. И дальше уже ошибок не будет, как правильно выдавать задания, соответственно, и добиваться того, что спрашивать у исполнителя, как ты понял. В этом чаще всего самый большой секрет. Все боятся спросить, а ты действительно понял? Расскажи, как ты понял. И клиенты, с которыми я работаю, у некоторых очень большой страх именно спросить, а типа, как обо мне люди подумают? Так, ну ничего, нормально. Это же наоборот, как забота получается. Ну да, чтобы он не делал лишнюю работу, либо неправильную, а потом придет и получит эту самую критику, да, о которой мы говорим. Да, чтобы этого не было, ты его обезопасиваешь, как раз. Да, конечно, это как со стороны заботы получается. Логично. Наверное, получается, первое, собрать задачи, второе, научиться правильно ставить задачи, и третье, спросить, как понял. Мне кажется, вот это просто золотое сечение. Расскажи, с кем ты уже удалось, тебе можно без имен, можно с именами, я не знаю, как там можно, нельзя, у вас конфиденциальность, но каких результатов с кем ты добилась сейчас? Ты со скриптами людьми уже поработать успела за три месяца? Сейчас я веду 11 человек. Ого, это помимо работы? Да. Вот мастер делегирования ведет, сколько там, у нас 10 проектов, и еще свои 11 человек. Да. Ты все успеваешь? Да. Скромно еще, с этого надо было начинать, это в начало можно врезать в заголовок. Да. Вот, но еще плюс Сингапур, считаю, еще один проект отдельный. Да, да. Вот, и получается, сколько у меня где-то... То есть, один человек ты учишь, как правильно внедрить навык делегирования, найти помощника и правильно поставить людей для решения задач. да, круто. Сколько времени это длится? Работа, скажем. Примерно 2 месяца примерно. 2 месяца. Да, для того, чтобы получить навык и было базовое понимание, как делать. Какой результат? Ну, ты в своей программе обещаешь какое-то или гарантируешь или что-то, на чем вы работаете? То есть, какой результат люди ожидают? В результате программы мы находим ему помощника, как раз того, который помогает забрать на себя рутинную задачу. это как итог, наверное, да? это итог. Получается, для одного моего клиента, для Дмитрия, мы нашли помощника, причем, я сначала сомневалась, мы договорились, что найдем ему менеджера задачи, но получилось, что мы нашли ему менеджера проекта. Следующего уровня. Да, и Дмитрий передал этому помощнику четыре проекта. А он чем занимается? Это он архитектор, руководитель студии, то есть, он был очень сильно в рутине, в загруженности, он сам по характеру как менеджер, ему важно все очень сделать качественно, ответственно, чтобы там... Поэтому он не успевает творить, занимается... и во время нашего с ним сотрудничества, он даже начал там компанию по привлечению клиентов, начал автоматизировать свою студию, внедрять Битрикс, чтобы общение было централизованное, да, в команде. Он очень боялся нанимать менеджера, потому что студия была не до конца систематизирована, и, ну, как бы менеджер не с чем работать получается, а мы, в общем, так собрали, что, оказывается, есть с чем работать. То есть даже для несистемных, непостроенных студий это оказывается полезно. И, в принципе, наверное, правильно я скажу, что это шаг как раз к дальнейшей системности. Да, конечно. Начинается все с этого. То есть логичным завершением нашего сотрудничества является то, что руководитель понимает, что нужно систематизировать свою студию, создавать документы, описывать... И масштабировать это все. Да, и масштабировать процессы, чтобы, соответственно, самому выходить из рутины, потому что пока процессы не описаны, все в твоей голове, сотрудники, конечно, обращаются к твоей голове, потому что не знают как. А когда ты все это выгружаешь, то как бы ее... Где смотреть? Иди смотри документы. Отлично, отлично. Классная штука. Что еще? Кто еще может быть? Да, с Алиной мы тоже занимались. Она... У нее была задача именно освободить время на развитие, на планирование. Кто Алина чем занимается? Она тоже руководитель студии у нее есть. Она, по-моему, и в найме работала, и параллельно делала свои проекты. Она у тебя... Она, кстати, да, по созданию студии училась. И сейчас идет на премиум клиентов вот сейчас Нового года. Да, да, да. И она очень быстро стартанула по обучению и за месяц, наверное, завершила первый модуль. Очень классно. И у нее много осознаний пошло, она реально освободилась. Как ты ей помогла? Мы с ней выстроили работу по планированию, по стратегическим задачам. Как раз-таки у нее была фишка в чем, что ей нравилось очень чертить, она прям кайфовала от этого процесса. И мы выяснили, что когда она вот это чертит, делает рутину, да, по сути, это как отговорка, что она не занимается развитием на своей студии. Потому что занята. Да, потому что занята. Вроде всегда занята, что-то делает, и не до этого. А потом у нее в определенный момент у нее прям щелкнуло. Он говорит, да действительно, зачем мне этим заниматься? И мы тоже сейчас после Нового года с ней уже будем искать ей помощника и формулировать вакансии для проектировщика, для визуализатора, чтобы она сама уже всем этим не занималась. Отлично. Ну и давай еще кому-нибудь третьего, если есть пример. Третьего, да. Ну, руководитель маркетингового агентства, мы с ним вместе работаем, я помогаю ему систематизировать студию, мы с ним вместе документы делаем. Вот. У него в целом достаточно системная была студия, но не были описаны все процессы. То есть все было в его голове, он разрывался над рутины, да, и приходилось много со сотрудниками переделывать, доделывать. Это был очень интересный опыт, так как я сама не знала его процессы, мы с ним вместе... Это уже не дизайнеры, Да, не дизайнеры, да, маркетолог. То есть можно к тебе обращаться из разных тем? Да, структура как бы одна получается, но под разные процессы адаптироваться можно. Вот. И он систематизировал студию, где-то 150 мы с ним документов сделали вместе с помощью его команды, я просто сопровождала этот процесс. Так как все процессы были в его голове, постоянно его отрывали, вот эта рутина отнимала... Он очень любит творить, у него в целом есть потребность систематизации, но все время он не мог найти время на это, и когда вот он освободился, соответственно, у него пришло время и к систематизации. Вот. Отлично. Кому и в каких ситуациях стоит к тебе обратиться, как это можно сделать? Руководителям, которые погрязли в рутине, в завале, у которых нет сил ни на что, хочется как-то освободиться, освободить время, освободить энергию, можно обращаться ко мне, поможем, разберем задачи, освободим важное от неважного и помогу организовать работу таким образом, чтобы выполнять только важное. Можно написать мне в Телеграм, в Инстаграм. Как-то здесь есть диагностика, консультация, может быть? Да, можно записаться в диагностику, да, мы как раз разбираем ситуацию, определяем, можно ли вообще помочь или не можно. Кому можно, а кому уже ничего не светит. А все можно, кстати, помочь? Ну, в целом, да, но бывают такие случаи, когда приоритетнее, допустим, какие-то другие задачи, например, приоритетнее определить уникальность или в целом, может быть, даже обратиться к психологу, такие случаи тоже у меня были, когда у человека важнее какие-то личные, допустим, вопросы. То есть для меня важно в целом человек, когда он уже уверен, идет к своей цели, знает, что ему надо, тогда уже работать гораздо проще. А если у него нет фокуса, то можно, конечно, помочь, но будет гораздо сложнее. Сам все палки в колеса будут стоять. Ну да, да, получается так. Отлично. Вообще, о продолжительности это два месяца примерно ты сказала? Да, да. И какой формат, как ты работаешь? Онлайн встретить через Zoom примерно на час. Это личная работа или там групповая какая-то? Да, да. Я личная работа. То есть ты каждому находишь потом? Да. Это, кстати, очень ценно, потому что все люди разные и каждому нужно, в принципе, одно и то же, но по-своему рассказать, как к тренеру ходишь, в целом, это очень здорово. Именно поэтому, наверное, результат такой получается, то, что ты рассказала. Да, получается один на один. В целом программа одинаковая для всех, там, семь модулей, или, да, семь модулей идет, но для каждого мы выявляем какую-то приоритетную задачу и я даю, допустим, сначала вот это, я понимаю, что это беспокоит, и если мы в первую очередь сделаем вот это, та же стратегия планирования, расписание, то, соответственно, потом мы уже разбираем задачи. Ну, так проще. Или там помощника можно в первую очередь найти, если уже есть какие-то принципы делегирования, навыки. А как вот человек, ну, допустим, начинает делегировать или там начинает разбираться, как его команда реагирует? Есть ли какие-то там сложности с командообразованием, ты с ними тоже работаешь? Ну, уже, которые сейчас работают, там хаотично, допустим, либо они поддерживают? Ну, да, бывает по-разному с командой. Обычно я сразу предупреждаю, что когда руководитель начинает систематизировать студию, это значит, что почти всю команду ему придется сменить. Я сразу говорю, что он психологически настраивался, потому что даже когда у тебя в студии систематизировалось, у тебя тоже вся команда почти сменилась. В целом, они адекватно на это реагируют, и даже они сами знают, что вот этот, вот этот, вот этот будет готов работать по системе, а с этими придется расстаться. То есть, они понимают и идут на этот риск, потому что хочется освободиться, хочется системности и не работать там 24 на 7. Отлично. Хорошо. Про стоимость, я думаю, сейчас мы говорить не будем, потому что цена достаточно демократична, он постоянно растет, Ксения получает опыт, получает кейсы, вот один человек сейчас доведет и еще чуть-чуть цену повысит. во сколько раз ты в итоге стоимость начинала вообще с каких-то там получается 300-400 рублей в час, во сколько примерно, да, тебе удалось повысить стоимость? Ну, сейчас у меня уже час. И ценность, соответственно. Ну, ценность, конечно, повышается, потому что многие предприниматели, они не знают процесс изнутри, они как бы знают теорию, а так как я работаю менеджером и практикую, да, сейчас и в твоей студии, и там в разных других опыта, то им интересно, как вообще это все. Как везде, где все устроено, ты можешь это и показать, и внедрить. Я могу и рассказать, и пояснить, и там вот тут это сработает, а здесь не сработает, вот такие там нужны, это как мозаика, в общем, собирается, и... В общем, ты примерно раз в 50, наверное, подняла стоимость. Ну да, я начинала, получается, с 200 рублей в час, это уровень менеджера задачи, сейчас я работаю где-то 700 рублей, иногда и до 3,5 тысячи, до 5 тысячи у меня в час занимает. Ну а комплексная работа у тебя, это вот как бы, если почасовая, да? Это когда ты платишь, но тебе не гарантирован результат. Да, да. А комплексная работа, вот о той программе, то, что мы говорим, она у тебя уже идет индивидуально, поэтому обращайтесь там, расчет от запущенности случая. Да, типа там. И вот задача на самом деле. Да, конечно, конечно. Вот, но все здорово, потому что вот я с Ксенией работаю уже очень долго, и над многими проектами, и лучший показатель того, да, что именно мы работаем и для взаимопомощи. Хорошо, расскажи тогда о том, как ты решилась, да, то есть ты построила, в результате всего, ты построила за 3 месяца свою программу, взяла 10 человек, или ты сейчас 10 ведешь, взяла всего, наверное, 20 человек, да, человек ты примерно? Примерно, да. То есть 20 кейсов, 10 ты уже там довела, да, и 10 у тебя сейчас в процессе, то есть это 20 клиентов ты уже получила. Сейчас Ксения, кстати, описывает Инстаграм, если вы смотрите это видео, через какое-то время можно зайти посмотреть, и тебе будет хорошим стимулом для того, чтобы все упаковать до того, как видео выйдет. Заходите, смотрите кейсы, отзывы, результаты, у Ксении это все будет. Расскажи, как ты решилась из, ну, по сути, наемного сотрудника, который работает с кем-то, организовать свой проект? Вообще, почему и кому стоит это делать, если там кто-то работает в найме сейчас? Можно ли совмещать наемную работу и работу с клиентами собственными? Какие плюсы и минусы этого? То есть вот немножко про это. То есть и как ты вообще на это решилась? Ну, путь был очень непростой. В целом, мне всегда хотелось какое-то свое дело, продавать свои знания, то, что я умею, что у меня хорошо получается приносить пользу, да. Очень многие, можно сказать, началось все с дизайн-конференции. Многие ко мне подходили, спрашивали, Ксюша, как найти такую же, как ты? Не знаю. Но сейчас я уже знаю, как это сделать. Я знаю, в систему подойти надо. Да, да, надо системно подойти к этому процессу. И мне всегда хотелось чем-то делиться, но было очень страшно, да, сделать какой-то первый шаг. Во-первых, у меня не было навыка продаж, навыка поиска клиентов. Ну, благодаря тебе, у меня как раз этот пинок такой волшебный, да, вроде страшно, но как бы в пропасть. И получилось, да. То есть я не знала, на самом деле, получится, не получится. Как-то вот... Я знал, что получится. Ну да, в моменты, когда я это понималась. Технология-то работает. Да, вот. Был момент. Кстати, также, наверное, и твои клиенты, да, Никита? Да. Я уже пробовал, читал книги, проходил на курсы, вдруг у меня еще раз не получится. А ты-то знаешь, что все получится? Вот такая же ситуация. Кстати, вот клиенты, которые ко мне приходили, тоже давали мне обратную связь. Я говорю, он спрашивал, почему вы именно ко мне решили пойти? Они говорят, ну, потому что ты работаешь уже в этой сфере давно, ты практикуешь не просто там какая-то теория, а потому что ты работаешь сейчас в этих процессах, знаешь, чего, как. То есть у меня не просто теория, а именно с практикой. И даже какие-то моменты там в теории, они прикольно звучат, но на практике они реально не работают. В книгах пишут, да? В книгах что-то пишут. В книгах я сам напишу. Как она работает-то? Вот. Даже система там планирования подавидуальной, но она на русские, на российские реалии не всегда накладывается. Вот. И получается, что такая тоже, опять же, мозаика, это сочетание шестеренок разного процесса опыта, оно... Технология, бизнеса, да? Бизнеса, да. Личности человека и его команды, коллектива и его клиентов задач. Вот пять получают составляющих. Тебе надо увязать, чтобы это все было гармонично. Конечно, человек с опытом. Так, окей, хорошо. И, значит, ты сначала думала, хотела. Да. Переживала, но потом решилась. Как? Да, я решилась. У меня очень случайно подвернулся случай. Один из знакомых менеджеров, тоже она работала менеджером, девушка, у нее случился какой-то авральный очень случай, чуть ли не на грани нервного срыва. Ему буквально за три дня я помогла ей распределить задачи, делегировать их, описать все в систему. И она прям говорит, прикольно, я освободилась, я почувствовала, легкая идея. Я поделилась этой идеей с тобой, рассказала, вот как мы сделали. И вот решили запустить этот проект, попробовать. И нашло очень большой отклик. Потом у меня просто пошли по знакомым. по сарафанному радио. Как ты поняла, что это масштабировать уже надо можно? На какой там стадии или как? Ну, в целом, пока сейчас у меня больше такой сарафан на радио из клиентов. Не знаю пока, как это будет масштабироваться. Нет, у тебя уже 20, если клиентов, это уже в принципе методика рабочая, тебе удается, даже незнакомые, получается, люди не только по сарафану. Или по сарафану тебя в основном ведут? В основном, да, по сарафану как раз студенты создания студии, люди эти меня не знали, но они знали, что я работаю у тебя, что я в целом как-то это все делаю. Что ты существуешь, да, и делаешь. И у них какое-то было преддоверие, так сказать. Так что, если вы меня знаете, у вас есть преддоверие, я тоже рекомендую обратиться к Сине. Потому что я почему это так все говорю? Потому что у меня есть программа и по созданию студии, и по увеличению дохода, и по выходу на новый уровень. Но сделать это можно, когда у вас там условно налажены базовые вещи. Вот, а это лучше всего сделать тоже с профессионалом. Лучше вы один-два месяца сделаете все, наладите, чтобы подготовиться к скачку. Вот, значит, условно Ксения, да, потом можно ко мне идти. Да, да. Вот, получается как-то так. Хорошо. Ты, давай поговорим о продажах теперь. О! Да, самое интересное. Да, с какой задачей ты ко мне обратилась? А как это было? Когда у тебя система, окей, вроде есть. Классно все. Дальше что с этим делать? На самом деле я пробовала в два подхода. Давай. После дизайн-конференции мы с тобой тоже собирались как раз в этом зале, сделали диагностику 7 на 7. У меня не было тогда продукта, ничего не было. Что за диагностика, скажешь, те, кто не знает? Это, получается, система 7 на 7, 49 квадратов, и там на каждом уровне ты определяешь там путь, профессия, лиды. Для чего она? Насколько ты знаешь. Для определения твоего дохода и роста, насколько ты можешь в целом вырасти, насколько ты хочешь. И когда ты простраиваешь вот по этим всем квадратикам по каждому уровень, насколько ты знаешь, у тебя получается годовая зарплата, месячная зарплата. Я вообще на самом деле удивилась, но у меня получилось так в апреле. И я подумала, что как бы, ну хочется-то больше. Вот, но я не знала тогда как. Вот, в какой-то момент я потом ушла, там мы работали над другими проектами, и вот как раз в августе я завершила курс по формуле счастья, и у меня как раз этот был кейс с менеджером, и мы решили попробовать. Рекомендую пока сейчас, кто думает о чем это, это есть два курса 7 на 7, у меня можно по ссылке будет в этом видео, и формула счастья. Ксения говорит о них, посмотрите описание, читайте, если вам тоже будет полезно, то посмотрите. Да, вообще нереальный курс, как раз, который, вот формула счастья особенно помогла определиться, определить свои ценности, то есть это тоже мне очень помогло, как бы, такой фундамент поставить, что я такая, и это нормально, да, в некоторых вопросах. Вот, очень было удобно, и как раз... Решила расти. Да, решила расти, потому что у меня была цель, там, доходов значительно несколько раз больше, чем сейчас я зарабатываю, вот, и потом в продажах, да, у меня не было навыка продажки, не умела это делать, ну, как, я науч... Может, это самоучка, да, я в какой-то момент просто сама садилась на телефон, пробовала звонить, но особо, как бы, суперрезультатов таких не было. И я обратилась к Стасу, получила методичку, да, мы даже вместе звонили к кому-то из клиентов, то есть я на опыте, на ошибках, получив скрипты из, по-моему, 10 вопросов, план, даже не скрипт, я научилась чувствовать людей и понимать их потребности, то есть это такая опора тоже для меня стала, и мне реально получилось понимание, как вообще продавать, как к людям находить как раз вот этот ключик, что они думают, да, мне надо. Раньше как бы у меня такого не было, вот этот как раз план продаж мне очень помог. На что мне было опереться, я почувствовала уверенность. Были люди, которым я чувствовала, что я там не могу продать по каким-то, ну или не хотела, допустим, да, я просто им... Ну скорее не хотела, потому что технологии ты можешь всем продать, ну да. Вопрос, что ты чувствуешь, что не твое. Да, я чувствовала, что... Ты можешь отказывать при этом. Да, что клиент не мой, и я там ему или советовала какой-то, мы с ним строили другой путь развития, что вот ты вот это сделаешь, а потом придешь ко мне. Так тоже можно было, оказалось. Вот, это прям вообще классно было. Хорошо. Какой ты себе план финансовый ставила, и сколько у тебя сейчас там доказов, контрактов? Я себе ставила цель 600 тысяч. Ну, на нашу работу. Да, на нашу работу я ставила... Да, чтобы было понятно, Ксения, значит, создала идею, создала продукт, пришла ко мне, говорит, Стас, нужно продавать. Я говорю, окей, ну тогда плати, хочешь продавать, нужно платить. Это разумно, справедливо, потому что, ну, как бы самое важное. Ксения говорит, окей, не вопрос. Значит, оплатила сколько нужно, и поставили мы с ней цель, которую она должна была достигнуть. Расскажи теперь с этого момента. Да, была цель у нас 600 тысяч. На новом вот этом проекте, который ты делаешь. Да, только на этом проекте, и фиксация должна... Ну, чеки от клиентов, фактически, оплаты. Какую цель ставила? Цель у меня была 600 тысяч, но у меня сейчас получилось почти миллион, 945 тысяч. Классно. Вот, да, и... Три месяца. Три месяца, да. Молодец, это очень крутой результат на новом продукте, то есть без навыков продаж, или с минимальным. Что тебе дало, кроме денег, вообще, в целом, работа с клиентами, работа с этим проектом? То есть, стала, может быть, себя как-то чувствовать, по-другому ощущать? Что еще может быть? Ну да, я стала как-то увереннее себя чувствовать. Мне очень помогла Даша Ковач, мы с ней очень классно работали над моим продуктом. Она помогла как раз мне сформулировать программу, потому что первые клиенты, которые мне доверяли, говорят, да, все, берем, делаем. Я такая, окей. Что делать? Что делать? А, да, с Дашей как раз мы сформулировали программу. У меня теперь программа вся прописана по блокам, какое домашнее задание, там, первое, второе, третье. Все последовательно, структурировано. С Дашей прям вообще круто очень мне помогла. Уникальность ты свою нашла. Да, уникальность. В одном предложении. Раньше я пыталась... А в чем твой уникальность, кстати? Да, я помогаю предпринимателям освободиться от рутины раз и навсегда и найти помощника на мелкие задачи. Классно. В одном предложении. До этого я не могла 10 минут объяснить, чем я занимаюсь и какой будет результат. Маме, бабушке, да, уже можешь объяснить, чем занимаешься. Да, 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 даже маме, бабушке, то есть они спрашивают, а что это такое? А, ну вот так, вот так. Я говорю, понятно. Класс. Полезно. Вот и все. Хорошо, давай про изменения еще какие были. Смотри, итого, да, ты ставила себе 600 тысяч, заработала 940, да, 945. Да, да. Значит, у тебя сейчас в работе 10 клиентов, с которыми ты работаешь. Ты сейчас занимаешься упаковкой Инстаграм. Да. Приходите по ссылочке. В описании, Ксении, смотрите, пишите комментарии, когда будет новое обновление. Да, да, да. Фотосессия классная, шикарная, то, что я сейчас показывала на телефоне. Одно из смыслов упаковки это сделать качественно хорошие фотографии и написать там кейсы, результаты, написать свои уникальности, смысл опять же. Да. Это сейчас все Ксения делает. Вот. И что еще, кроме денег? У тебя какие изменения внутренние? Ну, в целом появилась уверенность. То есть, насколько нужно, вот давай, помнишь, тот вопрос был, как совмещать работу, там, ты же сейчас уже у нас тоже продолжаешь работу. Да. И это даже, я скажу, более эффективно стало. То есть, это очень важно, если вы руководитель, не ленитесь отправлять сотрудников своих, перспективных, особенно на обучение, и сами обучать, вкладываясь, потому что это всегда возвращается. Вот. У тебя, получается, сейчас несколько проектов наших, да, свой, один большой проект и свои клиенты. Как ты поменялась внутренне? Ну, у меня какая-то уверенность появилась. Что это значит? Внутренняя та же ситуация, допустим, когда нет сотрудника, у меня вот буквально месяц назад была ситуация, когда нет помощников, а мне срочно нужно было выполнять задачи по комплектации. И появилась какая-то такая уверенность, что в любом случае помощник будет, пусть даже задачи пока постоят на паузе, но я лучше найду помощника, и эту задачу помощник сделать эффективнее, чем я. Чем бежать делать самой неправильно. Да, чем бежать делать самой неправильно, в панике. Потому что, ну, честно признаюсь, блиц-обзоры, маркетинговые исследования, это явно не так, не моя сильная сторона, но я умею это все передать, описать, сделать инструкцию, чтобы человеку было понятно. Вот. Просто другой склад ума. Вот это было прикольно. То есть мы где-то за две недели нашли нового человека, он полностью погрузился во все эти процессы и сейчас очень классно выполняет задачи, я очень рада, ну, что такой человек появился в нашей команде. И даже один есть, который выполняет задачи по маркетингу, вторая помощница выполняет задачи по HR, по найму сотрудников. То есть я их как бы нахожу, передаю им, они буквально там за час-полтора вникают в тему и уже могут без моей помощи делать задачи. Но это подтверждает, то есть Ксения не только рассказывает, как надо делегировать, но и сама эффективно делегирует и доказательство того, это реально проект, который в нашей компании реализуется и те отчеты, которые Ксения предоставляет мне в конце месяца, они говорят о том, что многие проекты идут и в принципе Ксения их все курирует с помощью других людей. То есть это очень круто. Хорошо, какие выводы там у работы со мной, работе над этим проектом ты можешь сделать? Ощущение как? Да, на самом деле сначала было очень страшно. Было очень страшно начать продавать, звонить незнакомым людям, отправлять сообщения. Прям я думаю, что было много сопротивления, но ты говорил, просто не бойся, просто сделай это. Даже как-то мы с тобой на созвоне были, ты мне сказал, напиши. Ты такая, как? Сейчас? Да, сейчас. И вот это как бы очень было страшно, но потом люди все адекватно реагируют. Какие-то продажи я заваливала прям, я думаю, ем. Ну это ничего. Это не страшно, да, потом я думаю, что может быть через какое-то время я снова смогу этим клиентам написать. Хорошее задание, кстати. После эфира. Определенно. Вот. Ну как бы все мы учимся, все мы развиваемся, и... Почему ты не купил? Да, очень, кстати, страшно. Мне еще было звонить и запрашивать отзыв. Это прям тоже был для меня целый квест. Почему? Не знаю, почему. Так как-то вроде... Я сам... У меня были сомнения, действительно ли я принесла как бы пользу. Вроде мы поговорили, вроде было полезно, понятно, но потом как-то через время, я не знаю, ну какие-то сомнения, да, у меня возникали, и не всегда было уместно. Но я решилась, некоторые мне прям такие отзывы приятные записывали, что вот, помогла. Кого-то там и... У кого-то там мышление изменилось, да, как-то начали действовать, делать после моей встречи. Это тоже было очень приятно. Страшно было соглашаться или там идти вообще на индивидуальную работу? То есть, а вдруг не получится, а только там деньги и строчу, время и строчу? Ну я знала где-то внутри, что получится всё-таки. И получилось. Да, что получилось. Было страшно, потому что было непонятно. Но когда ты мне сказал, что первое, второе, третье, пятое, делай, делай, получается. То есть, когда идёшь с поддержкой, это гораздо легче и понятнее, чем я бы сама, мне кажется, я бы за два года такое не сделала, потому что очень много шишек всё равно набивается, а когда ты уже знаешь и какие-то ошибки подсказываешь, прям классно. Отлично. Возвращаясь к той табличке, которую ты смотрела летом, 7 на 7, да, ты чуть-чуть уже сдвинулась на следующую ступеньку по развитию. Ну, в целом, наверное, надо бы сейчас вернуть домой, проверить. Проверить, да, но могу сказать, точный результат есть, и я считаю, что у каждого человека, который развивается, самое лучшее, это взять собственный проект, начать его делать, не обязательно увольняться с работы, не обязательно менять там свою жизнь, сразу куда-то уезжать, в Таиланд, на Бали, можно прямо здесь и сейчас, даже работая на работе, изменить, начать что-то делать. Вот тебе пример. Да, давай скажи, первое, что хочешь. как раз выделилось время, само собой как-то, у меня появилось, я не стала... Само собой, да, случайно. Технология работала, работала, работала полгода, и оно само собой случайно случилось. оно как-то появилось, это время, я передала работу, большую часть работы, то есть я сейчас только координирую помощников своих, и им большую часть работы передаю, а сама занимаюсь, получается, стратегией, своим проектом, ну, отчетами. И продажами. Да, продажами, и сдаю отчеты, получается. Любимыми клиентами, конечно. конечно, любимыми клиентами веду результат. Хорошо, кто хочет тоже так, чтобы случайно оно само вдруг образовалось время, чтобы стратить его на себя, на семью, на новые проекты, на новые вершины, обращайтесь к Ксении, искренне рекомендую, с Ксенией работаем 4 года, надеюсь, будем продолжать, и будем растить ее по этой системе 7 на 7 выше, ну, и, конечно, ты сама очень сильно меняешься, этим огромным благодарным за все, что ты делаешь в нашем проекте. Вообще, ты просто очень открытый, искренний человек, и ты не можешь быть вне результата. То есть, результат, конечно, вот он, лицо. Спасибо. Давай в завершение нашим слушателям, зрителям, наверное, нас смотрят предприниматели, просто сотрудники наемные, кто-то, может быть, только начинает свой путь. Вот сейчас я работаю с копирайтером, вот уже там привет передаю, значит, у него тоже как бы задача, как же денег заработать, как мне двигаться. Вот, чтобы ты могла посоветовать свой опыт или любые пожелания. Ну, я думаю, нужно просто делать, не сдаваться, и если какие-то есть сложности, то их точно можно преодолеть и становиться лучше, быстрее, выше, сильнее, мне кажется, так. Верьте в себя, верьте в результат, приходите на консультации, к экспертам, ко мне, к Сене, не обязательно к нам, может любого всех эксперта найти, если есть возможность, двигайтесь быстрее. А нет возможности, значит, двигайтесь в своем ритме, но главное, двигайтесь. На этом сегодня все, с вами был Станислав Орехов и Ксения Абрамовская. Спасибо. Делегируйте и будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok